Ледовый каток Первый этап – это сборка коллектора, подключение холодильного оборудования, проверка всех утечек, систем. Раскатываем маты и слоями наращиваем лед. В промежутках стелим геотексиль для армировки и укрепления льда. Холодильная установка будет постоянно поддерживать минусовую температуру настила. Поэтому даже в случае потепления лед не растает и каток будет радовать детей и взрослых долгое время. Его планируют использовать не только для развлечения и отдыха, но и для занятий зимними видами спорта. Мы планируем, что у нас есть один учитель физкультуры, который является профессиональным тренером по хоккей. Мы надеемся, что у нас будет возможность организовать небольшую хоккейную команду. Активный отдых на свежем воздухе очень полезный. А если его проводишь с друзьями, то можно получить много положительных эмоций. Школьники с нетерпением ждут открытия катка, которое состоится 15 декабря. Жду открытия, потому что в прошлом году было очень весело на нем кататься. На самом деле мы все очень рады с друзьями. Мы прям ждем открытия в пятницу, чтобы покататься здесь, получить удовольствие. Не стоит забывать, что ледовый каток – это зона повышенной опасности. Поэтому во время катания нужно соблюдать осторожность. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.